Приветствую вас. Я, если честно, не очень понял, в чём суть вашего вопроса, потому что его попросту нет. Вопроса. Вы описали ситуацию, вот, значит, описали своё решение, вот, ну, в общем-то решение это имеет право на жизнь, вот, то, что захочется, сам придёт, то, что, в принципе, нормально, вот. То есть не совсем понятно, чем мы можем вам помочь, вот. Значит, это первое. Второе. Вопрос, который вы задаёте про мотивацию, то, что вы его не мотивируете. Я думаю, что, да, вы его не мотивируете именно своим контролем, тем, что требуете от него чего-то, тем, что, видимо, ждёте от него чего-то, тем, что... Он не чувствует себя с вами мужчиной. Вот. По ряду причин. По ряду причин не чувствует себя с вами мужчиной он из-за вашего поведения. И, собственно, ещё момент тут очень важный в том, что человек чувствует, что вы его, ну, таким, какой он есть, да, вот, человек, вы его не принимаете. Таким, каким, какой он есть. Потому что, видимо, вот эти ваши требования, да, ну, что вы требуете от него перемен. Они, этот момент, он, в общем, достаточно негативно воспринимается, собственно говоря, мужчиной. Вот. И мне, надо сказать, кажется, что это, ну, вполне себе такая нормальная история. То есть, это нормально, что человек реагирует вот так. Это нормально, что человек, ну, что человеку не совсем приятно, что вы пытаетесь его во всём контролировать. Вот. Значит, это вот такой аспект. Дальше, значит, вы пишите, что у меня проблема. Это хорошо, что вы пишите, что проблема у вас, но надо бы понять, а что за проблема у вас конкретно. То есть, какая у вас, именно у вас проблема, в чём ваша проблема заключается. Потому что, вот, то, что вы описываете, да, то, что вы описали, ну, это, конечно, тут есть проблема, и это, конечно, ваша проблема. Но у меня нет ощущения, что вы, например, готовы эту проблему решать, к сожалению. То есть, у меня нет чувства, что вы готовы решать эту проблему. Твою. То есть, проблема, проблему контроля, например, проблему принятия молодого человека таким, какой он есть. Проблему, например, растворения в нём чересчур свинная вода. Вот, проблему того, что вы ведёте себя с ним так, как будто он ребёнок. Вот. То есть, это, вот это, это те аспекты, которые, на которые вам нужно обратить внимание. Дальше идём. Значит, так. Вы пишите, как у всех ругаемся, миримся, а из-за чего ругаетесь, как бы, ну, какие у вас причины для того, чтобы ругаться. Вы пишите, что миритесь, а, хорошо, хорошо, что вы миритесь, а, ну, у меня вопрос, опять же, возникает тогда, а, какие решения вы принимаете, когда миритесь? То есть, а, имеет ли какое-то развитие, имеет ли какой-то вывод ваша ссора или просто помирились, спросили, прощения, там, попросили и всё. Вот. Если это так, то это, к сожалению, не работает. То есть, нужно всё-таки, ну, более такая, более, более сознательная деятельность, психическая, да, и более осознанная деятельность при примирении, да, то есть, прощения, извинения, здесь особо разницы не играют. Вот, как вы подсапались, говорите по телефону, да, вот, то, что вы описываете, вот, вы подсапались по телефону, да, а, значит, нужно определить, почему я подсапалась по телефону, по телефону. И именно я, именно я почему подсапалась, именно меня что спровоцировало на то, чтобы подсапаться по телефону. Я позвонила и изменилась, но сказала ли я, почему так произошло, объяснила ли я своё поведение, в себе хотя бы, для себя объяснила ли я своё поведение, понимаю ли я, что его вызвало, вызвало такое поведение. Понимаете, да, Дмитрий Петрович? То есть, это вот такая история, это такой момент, на который вам необходимо обратить самое пристальное внимание. своё, потому что, ещё раз повторяю, да, то, что, вот, вы ссоритесь, ну, как вы говорите, то, что вы ссоритесь, то, что вы миритесь, это, может быть, как у всех, но это не нормально. Тут от меня возникло ощущение, что, ну, что вы считаете это нормой. Это не норма, и нормой это быть не может, в принципе. Потому что, ненормально, когда два любящих друг друга человека, ну, по идее, по идее любящих, значит, ссорятся. Дальше вы говорите про измену, вот, дальше вы говорите про измену, про то, что ваш молодой человек вам изменил, вот. И про то, что вы, собственно говоря, его простили. Здесь я бы хотел отметить особо, здесь я бы хотел отметить особо, то, что, измена происходит, как правило, не случайно. Измена происходит, как правило, в результате определенных проблем, ну, между, между людьми, вот. И вы, значит, как бы так сказать, прощая измену, да, прощая измену, вы не решаете изначальные проблемы. Изначальная проблема, так же, это в том, почему человек вам изменил, да. Да, почему ему, ему, вот, вот, прислала в голову эта идея вам изменить, в принципе. Это очень важный момент. Что-то вы именно простили, это хорошо, вы молодец, но без понимания причины, без корректировки, значит, этот, ну, без корректирования своей деятельности, без корректирования своего поведения, без корректирования ваших отношений, без понимания того, чего молодому человеку не хватает, что он пошел на измену, да. Для этого понимания, ну, на самом деле, толку от вашего прощения никакого нет. Вы просто закрыли глаза, вот. И на это, и, может быть, вы это сделали, потому что, например, ну, например, потому что боялись одна остаться. Вот. Вот. Может ли, такое, такое быть? На мой взгляд, вполне. Вот. Если, такое может быть, то получается, что вы, человека, опять же, не то, чтобы простили, а вы просто закрыли глаза, потому что он вам нужен. Он вам очень, э-э-э-э, ценно. Корректировка. Так что, я попросу вас, э-э, наверное, эти вещи не путать, э-э. Не путать, э-э-э, не путать эти вещи. И, еще раз, разобраться, молодой человек вам не изменил, э-э, почему, что ему не хватало, вы его простили, хорошо, коррорь-о-о-о-о-о-о. что вы решили, к какому решению вы решили конкретно, и пришли ли вы к какому-то решению вообще. Дальше идём. Так, значит, решили полгода назад жить вместе, появилась возможность, приехала моя бабушка в деревню, оставила квартиру на полгода. Она уезжает на лето, зимой приезжает обратно. Пока мы жили вместе, он и его родители решили купить квартиру зиму. Братера строит институты и сдадут только в феврале. Вопрос стал, что делать, когда приедет бабуля. Почему у вас, Анна, такой вопрос стал только, вот, ну, скажем так, только... Значит, после того, как бабушка собиралась приезжать, как я понял. То есть, изначально, когда вы собирались жить, изначально, когда вы собирались жить вместе, когда бабушка только уезжала. Ну, мне кажется, что такой вопрос не стоял. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, как-то вот у вас проблемы решаются в нескольких странах. Вы бы знали, что она приедет? Обратно. И не знали о том, что молодой человек и его родители собираются купить квартиру. Вот. Но вы об этом не знали и вы не могли об этом знать. Так, как же тогда? Как же у вас это происходило, организация? На мой взгляд, тут, опять же, вопрос. Дальше. Так, значит, сначала думали, что будем... Снимать квартиру. Кто именно? А потом дошел опять разговор на эту тему. Тогда он сказал, мы сразу едем с родителем на время, пока дом не дадут. И пока он будет копить на ремонт. Я была категорически против. Почему? Почему вы были категорически против? Ну, человек сделал предложение, да, оно, конечно, возможно, не самое такое, такое, может быть, правильное с точки зрения отношений, но почему вы были против? Из-за чего вы были против? Донесли ли вы до своего молодого человека, а потом почему вы против? То есть, то, что вы, в принципе, против, это понятно. Я думаю, что и молодой человек это понял, что, в принципе, вы против. На момент вес такой, чтобы вы до него, именно до него донесли, чем обусловлено ваше непринятие его позиции. Когда вы говорите, что вот я буду работать и так далее, такое ощущение создается, что вы это делаете для себя, что вы боитесь молодого человека потерять, что вы боитесь того, что, например, разъехавшись, да, вы станете там, ну, к примеру, не знаю, друг от друга, ну, друг от друга, может быть, дальше, как-то так. То есть, то есть, мужчине, да, и вообще любому человеку нужно доносить не только свою позицию, не только свою позицию, но и необходимо аргументировать ее. Если вы что-то против, то необходимо донести, почему? Потому что, ну, люди разные, и ваш молодой человек вполне мог подумать, что вы просто это делаете, там, например, из, не знаю, из вредности какой-нибудь, или там еще какие-то у вас есть причины, кто знает, да? Вот. Ну, это момент. И на него, на этот момент, нужно обратить внимание. Дальше. Так, значит, я была так сказала, что буду работать, чтобы что, родители будут помогать. Ну, как бы, я плакал, мне было неприятно, я искал это решение, он решил уехать к родителям. Я плакал, мне было неприятно. Из-за чего вы плакали? Из-за чего вам было неприятно? Почему вы искали пути решения? И совершенно очевидно, что отношения, они как бы ваши, и что, если молодой человек вас не поддерживает, да, то вы, получается, выступаете как бы инициатором. Вы выступаете тем, кто, грубо говоря, тащит отношения на себе. Но для чего? Вопрос. Какая вам нужда это делать? Понимаете? То есть, если молодой человек понимает, что вы чересчур в нем нуждаетесь, то автоматически это снижает вашу ценность для него. Это очень сильно снижает вашу ценность для него, потому что молодой человек понимает, что вы к нему привязаны. Молодой человек понимает, что вы, там, образно говоря, в нем, ну, чересчур сильно нуждаетесь. Вы в молодом человеке. А это, в свою очередь, не может меня отталкивать. Особенно, если молодой человек свободолюбивый. Я так подозреваю, что он, когда-таки, свободолюбивый, потому что вы сами, вот, мне кажется, ну, все-таки, не совсем свободны. Вы себя не даст его свободно чувствуете, потому что, ну, чересчур, чересчур у вас сильная нуждаемость в, ну, в мышине. Вот. Дальше. Значит, эм, так. Было такое чувство, что он просто не хочет со мной жить. Вот это чисто ваше восприятие. То есть вы почему-то подумали, вы почему-то сделали вывод такой, что он не хочет с вами жить. Может быть, это и так. Может быть, это и так. Но почему вы об этом подумали? Ведь человек, эээ, по сути, человек просто, как бы, ну, делает свой выбор. То есть, по сути, человек просто распоряжается своей жизнью. Он имеет право так поступать. Другое дело, что, может быть, эээ, вы, допустим, после измены ему перестали доверять. Может быть, так. Но в таком случае необходимо вопросы и поставить прямо, что я тебе не доверяю. Что я в тебе сомневаюсь. Понимаете? Что я не смогла забыть еще измену. По крайней мере, это будет честно. Вот. Ну. По крайней мере. Это было бы честно. Дальше. Значит. Так. Вы пишите. Мы все-таки разъехались. Когда мы жили вместе, я предлагал ему ходить в тренажерный зал и т.п. Он искал от нас. А зачем? Вот вы еще пишите. Так. Ээ, и т.п. А зачем? Зачем вы предлагали ему ходить в тренажерный зал? Зачем? Чем вас, как бы, он не устраивал? Чем вас не устраивала его, я так понимаю, фигура? Вот. Конечно, молодой человек, опять же, чувствовал себя ребенком. В этой ситуации он чувствовал, что его, ну, пытаются воспитывать. И молодой человек ощущал, что на него оказывается давление. Самое главное, что его не принимают таким, как он есть. Вы говорите, что он за собой не следил. То есть, вы говорите, что он не соблюдал правила гигиены, я так понимаю, да? Давайте сейчас я это уточню, чтобы у нас все было точно с вами. Так. Еще не ухаживал за собой. Опять же. Менять человека бесполезно. И не нужно. Меняют человека кто? Родители. Родители воспитывают. Если бы вы его воспитывали, то это, возможно, послужило одной из основных причин, почему он решил с вами разъехаться. Потому что ему не понравилось с вами жить. Дело не в том, что он не хочет. Дело не в том, что он не хочет. Дело в том, что ему не понравилось. Это разные вещи. Может быть, он хочет с вами жить, но ему не нравится, что вы его там, вот, ну, контролируете, что вы его воспитываете и так далее. Ну, знаете, какая штука, какая штука. То есть, это, конечно, неприятные моменты, безусловно. Но хочется вас все-таки спросить. Так, а вы с какой целью-то, значит, пытались его в тренажерный зал направить. Вот. Дальше, значит, а по поводу того, что он не ухаживал с собой, опять же, здесь очень важно, есть ли вред вам. От того, что происходит, от того, что он делал. То есть, если вреда вам нет, то есть, человек, ну, просто, допустим, допустим, просто не хочет ходить на жённый зал. Вам никакого вреда нет. Что вам нужно его таким принять. То есть, условие, что вы изначально с ним согласились вместе проживать. Если вам, мужчина, такой не подходит, да, то нужно иметь в себе силу и смелость признать, что мне такой человек не подходит, что мне такой человек не нравится, что мне хочется мужчину, который, ну, более спортивный и так далее. Это нормально, но в этом нужно честно себе признаться и поставить его в известность, а не в данном случае перевоспитывать, да, и быть для него родителем и так далее. Вот. Вот. Знаете, какая штука. Дальше. Дальше. Следующий момент. Вы пишите, сейчас как раз ехали с нём заходить на жённый зал. Я вообще его не мотивирую, получается, да. Вы его, скорее, демотивируете своим отношениями тем, что растворяется днём, понимаете. Мужчина по своей природе это активное начало. Если вы превышаете его, если вы доминируете над ним с точки зрения активности, то человеку, мужчина просто, ну, как бы замыкается в себе, да, и предстаёт что-либо делать. А зачем, если у него есть вы, которая всё сделает. Вот. Вместе с тем он, благодаря вам, понимает, что нужно женщине. Вот. Но он это сделает по-своему. Не так, как вы хотите, а по-своему. Вопрос у меня, на самом деле, немножко другой к вам. Вопрос у меня такого плана. Зачем мотивировать человека? Ну, вам. То есть, для чего вам его мотивировать? Почему вы хотите его мотивировать? То есть, вам, в общем-то, в общем-то, нужно мотивировать себя. То есть, идеально, если вы мотивируете себя. Вот. Идеально. Если вы мотивируете себя. А не его. Понимаете? Так получается, что вы, опять же, на нём, а, чересчур, вот, а, сильно концентрируетесь, что вызывает, конечно, ну, проблемы. Проблемы, потому что, ему, возможно, не нравится. Что вы слишком много ему уделяете внимания. Я начинаю подозревать его во всём. Ну, опять же, здесь вы демонстрируете свою неуверенность в себе. И страхи. Страхи, ну, например, страх одиночества, возможно. Вот. А, может быть, ещё какие-то вещи. Вот. Но, совершенно очевидно, что вот такая история, такой момент. То есть, вы, вы ему не доверяете. И, в некотором смысле слова, в некотором смысле слова, да, это нормально, что вы ему не можете доверять. Ну, потому что, как бы, была измена, да, и, в общем-то, похоже, что вы её не проработали до конца. Измену. Вот. Но, вместо того, чтобы работать над доверием, вместо того, чтобы работать над тем, чтобы ориентироваться на себя в отношениях, вы активно, как бы, воздействуете, да, на твоего партнёра. Вот. А ему это, конечно, не нравится, потому что он чувствует себя так, как будто вы вмешиваетесь, ну, в его, ну, в его личную жизнь. Вот. Он себя чувствует таким образом. И, естественно, он пытается выйти из, ну, из вашего, из под вашего, можно сказать так, крыла. Вот. Что, в общем-то, опять же, вполне нормально. Нормальная реакция. Вот. Дальше. Почему так резко решил поменяться? Ну, решил и решил. Вам какая угроза? Вот. Знаете, какая штука? Вам угроза конкретно какая? Вам угроза конкретно в чем? В чем угроза для вас конкретно? Вот это то, что нужно вам поисследовать. Знаете, пока этого не будет, пока вы не ответите себе на вопрос, какая мне угроза. Вы так и будете человека, ну, как бы, ну, давить на человека вы будете. Вот. Вот. Атакивай, и вот, да, все дальше и дальше. Вот. К сожалению. К сожалению. То есть, основной, основной ориентир не на то, почему он решил поменяться, а что это значит для меня, что он решил поменяться. Вот это куда важнее, потому что речь ведь идет о ваших чувствах, речь ведь идет о вас, правильно, речь идет ведь о том, что вам хочется, а не о том, что молодой человек делает. Дальше. Так. Сегодня седра должен был приехать ко мне, так как родители на работе, в итоге поцапались по телефону и сказал, что нет, на сцене не приедет. Ну, опять же, да, вот, вы говорите, вы говорите, что подцапались, а из-за чего подцапались? То есть, если подцапались вы, то из-за чего это произошло, из-за чего вы подцапались? Наверняка же какие-то причины были, наверняка, какие-то причины, наверняка были для того, чтобы вы подцапались. Ну, так вот, давайте и выясним, какой вы, какой вы, точнее, вклад внесли, вот, в то, чтобы подцапались. Вот. Ну, ведь очевидно, что какой-то вклад в выявное стиле, необходимо признать и выявить свою, именно свою ответственность в этой ситуации. Дальше. Так, позвонил позже, извинилась, поговорили, сказал, значит, что приедет вечером. Пока не приезжает. Так, ну вот, вы пишите, что вы извинились. Хорошо. Вы пишите, что вы извинились. Здорово. Вопрос такого, типа, опять же, какое решение? То есть, вот вы извинились. Здорово. А решение какое? То есть, если вы уже поняли, да, то одного извинили мало. Нужно какое-то решение. Осталось я так. То есть, чтобы вы к чему-то пришли. Твой день не пишут, как обычно, я запутался в чём, не знаю, что-то никак. А дело не в том, дело ваше. Думаю, оставить в покое и не навязываться, что надо будет, что там приедет. Ну, в принципе, правильное решение, только на это время, которое вы подраться на то, чтобы не навязываться, значит, использовать пользу для себя и разобраться в себе, в своих чувствах, стать более самостоятельным и более независимым. И более полно реализовывать ваши собственные желания, которые у вас есть и которые абсолютно нормально реализовывают. Только вы это делаете пока что деструктивным способом. Вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.